каждый пацан вот сто процентов мечтает бате подарить автомобиль и сегодня это свершилось байте самое лучшее топ-топ лексус такой ну там был си 500 тачка вопрос просто вообще просто огонь костян собираешь шмотки мы в новосибир всем привет дорогие друзья это новая серия про марусь это то чего вы так долго ждали прямо сейчас вы увидите результат проведенных наших за год работ это просто что-то сногсшибательное мы когда пол начали получать результаты радовались когда сталкивались с проблемами плакали вы знаете сколько проблем было очень много с такими сложными проблемами я не сталкивался очень долго решение которое я принимал они были очень сложные и прямо сейчас я готов вам показать наш результат готовы пойдем встречайте наша марусь что же это очень долгая история все запомнили это но для того чтобы картинка которая за дверью стала четче и вы увидели наш результат за год в каком состоянии находится наша маруся чтобы понимали весь процесс как мы дошли до этого результата нужно перенестись на несколько недель назад и так это приключение начинается прямо сейчас мы сейчас находимся в аэропорту шереметьево там стоят куча самолетов на одном из них мы сейчас отправимся в новосибирск потому что без поездки в новосибирск к сожалению марусей не быть это очень важная поездка состав григорий завозен александр владимирович тоже завозен и марат сегодня за камерой и готов по машинам а я по самолетам для как это как крик короче все let's go даже солнце не видно говорят здесь письма сказку сделать сам интересно что мы летим четыре часа к этому времени нужно прибавить еще четыре часа получается мы сейчас вылетаем типа в девять утра и приезжаем прилетаем туда в шесть вечера день просран день просран в самолете так сказать карлинг до сих пор шоке что мы летим в навык сибирск и это нам должно помочь собрать спорткар как я в голове это не вкладывается на самомойку заехали приюльт чтобы красиво прилететь нет мы проходим противо очень само полетелись по наберут блять по объявлению долбай ну и в новосибирске нас должны встречать интересно только где короче нужно найти папу и нужно найти встречающего человека миссия миссия назначен а куда идти ты что я не понял я там помню а мы не знаем мы заблудились у меня еще есть легкие опасения по поводу того как ты марат оделся почему в сибири новосибирске можно это что такое буду вынужден попросить тебя пояснить за шмот они уверен в розе уведет должны быть с приездом на новосибирскую землю так двух словах это андрей очень важный человек во всем нашем действии которые сейчас будут происходить на что конкретно отвечает завтра уже на производстве поговорим да а сейчас мы пока поедем заселимся с городом познакомимся отдохнем немного ты же нам все покажешь да? я все покажу ништяк все поехали как понять что мы очень далеко от москвы я ни разу таких митсубиси не видел пап ты знаешь что это за машина? да а я понятия не имею что это за машина? митсубиси нет я видел а я дальше дальше не знаю а ну вот и все вот и все а что это за машина? митсубиси делик ну не сказать что у нас европа распространена у нас в основном японию и все любят но европа присутствует может вы поболтаете? я могу пересидеть все пока пока наш любимый трансфер митсубиси делика и я скажу так я первый раз не ехал я вообще понять не имею что это за автомобиль знаешь мне кажется что сейчас вся вот эта сторона России такая что ты не знаешь что такое делика нет в москве таких машин нет мы час стояли у стойки регистрации при отсутствии очереди и просто вот нас троих заселяли час мне кажется там пока косынку раскидали нас в последнюю очередь начали каждому свой срок установим и торопить его не надо сейчас самый ответственный момент все знают все знают самый ответственный момент это когда заселяешься проверить да ту самую комнату вердикт да можно да ладно что подумаешь короче мы отдыхать завтра будем работать как тут отдохнуть правда я не понимаю но как-нибудь точно отдохнуть правильно всем доброго утречка Сибирь нас встречает снегом и говорят что сегодня третий самый заснеженный день в Новосибирске нам очень сильно не повезло что мы здесь находимся в это время а алло а мы мы на базе да ну все сейчас подхожу встречаю вас хорошо спасибо ждем я подумал он такой ну все стойте вы знаете вот на стадии начинания на стадии идеи и быстрому переходу к действиям потому что уже очень хочется создается такой мандраж что мы сейчас как бахнем как сделаем что все вообще охренели это Андрей человек который со мной связался еще в том году реально год уже прошел не было никакой необходимости звонить потому что мы думали что справимся сами рассказываю сами мы не справились это оказалось настолько тяжелое дело что просто что просто невозможно даже Александр Владимирович тут не смог никак повлиять ни на нас ни на Стаса ни на Марусю ни на кого да мы сейчас пришли еще к одному боксу и в этом боксе находится то ради чего мы здесь все сегодня собрались есть 6 комплектов запчастей из которых можно собрать Марусю я короче думал это сделать мы приступаем к сборке Маруси сейчас берем кокпит ставим на этот прицеп и везем его на химическую обработку мы встречаемся здесь с кокпитом ровно через неделю мы не бросили эту затею даже когда поняли что это нереально сложно я вспомнил что мне звонил Андрей я такой хорошо давайте попробуем сейчас уточнить у ребят чем они занимаются и чем мы можем быть друг другу полезны звонок несколько месяцев назад поменял все меня так скажем слегонца бомбило ты показал посадочный каркас который еще очень 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 далек от рамы рама авто состоит из трех частей и скреплена винтами когда ты еще показал что ты вот в гальваническую ванну собираешься опустить и подготовить к сборке тут меня вообще как хомячка разорвало на тысячу частей сейчас мы находимся в Москве и сейчас происходят переговоры на тему сборки Маруси и это будет уникальная единственная Маруси на данный момент супер редкая заводская версия Маруси таких машин нет она будет единственной это единственная машина в мире это компания Андрея которая собрала уже один автомобиль на счет 3 не произношу название этого автомобиля но его можно прямо сейчас посмотреть да? раз, два, три первый российский суперкар звучало максимально одиозно и должна была стать лучшим и единственным отечественным спортивным автомобилем безусловно очень крутой внешний вид и это вторая Маруся в моей жизни которую я сейчас могу посмотреть вообще потрогать потому что первая была в музее у меня в инстаграме были фотографии короче я вспомнил две темы посадки да жоп на ножны жоп на ножны звучит странно но пусть будет так ты сел теперь заноси правую ногу самая грациозная посадка я на месте неужели мы вот это хотим собрать? да ты хочешь собрать именно это это выглядит знаешь как от чего у реноми ган такая же карточка а тут же даже есть значок да ладно я не думаю что нам нужно сейчас куда-то ехать но посмотреть ой 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 опять на косячу извиняюсь я сейчас сижу в Марусе я наконец-таки вижу рабочую приборку от этого автомобиля то есть я не скажу что это типа супер круто это прям уровень ламборгини и феррари но это явно не то что вы видите каждый день сто процентов а здесь какой двигатель? здесь Cosworth стоит а коробка автомата сколько-то передач да? сколько там передач? 5? 4? 6? осиновский автомат а сколько сил? 500 а вот это второй монитор это что такое? там в салоне вижу мы его запланировали как монитор под телеметрию когда человек приехал на трек чтобы он грубо говоря на отдельном мониторе видел все настройки машины но это вот это это сейчас полностью рабочий автомобиль да полностью рабочий автомобиль это даже значит что если я передачу воткнул надо даже покатиться вперед надо даже покатиться вперед там есть сантиметр спереди? намекчик вау было было все можно выходить я это почувствовал так а про посадку жоп на какую-то я понял а высадка у нее какая? выноси сначала левую ногу потом правую мне кажется что мне проще так будет так можно сделать? можно ну тоже вариант так это в смысле это слегка не это это очень круто по крайней мере машина выглядит выглядит сногсшибательно как она едет я не знаю посадка у нее конечно так себе но я думаю что к этому можно привыкнуть она под номером 17 из всех машин она была максимально близко к серийному производству то есть чтобы тебе понять ни одна из машин из Маруси собранных в Маруси Моторс не похожи друг на друга постоянно шли какие-то доработки ты можешь увидеть например что вот здесь вот да одно исполнение каркаса то есть ты увидишь уже заход воздухового выход так скажем площадку радиата то есть если ты посмотришь на первые машины Маруси воздухозаборники более скромные здесь уже на этой машине ты видишь что так скажем воздухозаборники максимально расширены потому что машина задыхалась и грелась по ступицам ты можешь увидеть что если это грубо говоря гражданский вариант пятилырочный то моногайка да моногайка выглядит сногсшибательно просто вот я сейчас стою и понимаю что если поставить Марусю и там Ferrari с F90 например Илюхину сказать что из этого сногсшибательно выглядит ну там нужно будет подумать вот так вот постоять если значки убрать со значками понятно все Ferrari выберут а ой а я вот еще что не увидел это попытка Маруси сделать так скажем внедорожную машину SUV а это точно Маруся это точно Маруся это просто был взят донор и на него натянули сверху кузов Маруси а что за донор мне просто кажется донор с Санг Йонг а тут где-то ржавое что-то кто-то ездил на нее все я понял это Санг Йонг сверху с макетом от этого от Маруся это B3 она же в будущем электрокар да как долго вы думаете что из этого получится автомобиль лет через пять ну я бы гораздо раньше ожидал мы сейчас предлагаем большую надежду на сотрудничество с тобой потому что по большому счету электродвигатели есть батарейка есть блоки управления есть просто нужно этот автомобиль собрать покататься на нем а потом уже сделать книжную сборку салона и кузовную деталь а вот это это B2 это B2 откуда все это у меня просто в голове не укладывается как мы прилетели в Новосибирск говорят зимой снега по колено а летом подошву плавится мы любим машины мы любим их собирать но это наша страсть я заработал на топливном рынке денег и так скажем будучи укушенным вирусом на Руси я так скажем выкупил машинокомплект собрал парней я говорю ребят вот есть нечто большее нежели просто крутить гайки по гаражам и соответственно когда появилась возможность выкупить машинокомплекты Маруси мы собственно это и сделали и соответственно вот я в семнадцатом году все привез в Новосибирск и вот она история продолжается а теперь нужно перейти к самому главному что мы здесь делаем мы сейчас стоим рядом с одним автомобилем сейчас его представлю и все объясню это Маруся Родстер Сохранившиеся шесть Марусь на днях доставили в Новосибирский автоцентр готовы восстановить все экземпляры рама авто состоит из трех частей искреплена винтами Рассказываю мы здесь ради вот этой тачки мы же с вами если вы помните целый год продавали машины для того чтобы заработать кругленькую сумму ну ладно поняв что Марусю в клену собрать будет очень тяжело я нашел контакт Андрея и наши мотивации идеально совпадают Потому что руки из нужных мест прям растут, прям оттуда, потому что я смотрю... Да, вот. Не то, что у меня там. Откуда-то. Если бы я собирал Марусю, у меня бы получилась максимум такая. Андрей Барфеньков. Я основатель КБ «Спектр». Все, что происходит здесь, благодаря мне. Моя основная, наверное, и базовая ценность в том, что я человек-результат. И я ценю людей, которые исповедуют тот же путь. Попытка команды Гриши собрать машину из тех запчастей, которые были найдены в Клину, она была такой, не то чтобы на грани безумия, но она была очень отчаянной. Мы тоже 4 года собирали машину. Они целый год упорно шли к своей цели. Я сейчас вношу предоплату, аванс, так сказать, за этот автомобиль, за конкретно вот эту железку. Прямо сейчас 2,5 миллиона рублей. Но мы в сериях заработали вот эту цифру. Я сам еще не видел, какую. Я из своих личных денег тоже докладываю для того, чтобы это все случилось. Потому что я очень хочу, чтобы у нас была Маруся. У нас была куча проблем там в Клину, у нас была куча проблем вообще с этой идеей. И мы на этом не останавливаемся. Я готов идти до конца, поэтому мы в Новосибирске прямо сейчас покупаем родстер. Можно прямо сейчас лопнуть по рукам, а потом погнать на переговоры по покупке. И все. Пацаны, у нас Маруся родстер, единственная в мире. Вот она. Вот она. Вот смотри, мне ПТС от машины дали. Вот я ее купил, вот ПТС-ка выглядит вот так сейчас. Вот это должно стать вот этим. И это будет наш с вами автомобиль. Всем привет. Я Дмитрий Сняк в конструкторском бюро «Спектр». Я инженер-конструктор-дизайнер. Я занимаюсь интерьером и экстерьером. Всем тем, что не касается электрики и механики. Все детали, которые не были изготовлены или были потеряны, все я изготавливаю своими руками. Эта штука должна превратиться в автомобиль к одному очень важному сроку. Летом проходит одно очень интересное мероприятие, которое называется «Ван лайф ралли». Это место, где собираются все самые крутые крутаны на своих спорткарах и по Европе делают автопробег. Я хочу попасть на этот автопробег на вот этом автомобиле. Летом. Это возможно? Да. Вы получили ответ. Какие у нас процессы, этапы сборки есть? Что мы делаем? То есть мы ставим крышку верхнюю, ставим пороги, ставим переднюю и заднюю. Это то, что мы сможем сделать прям в сию секунду, считай? Да. Я считаю, не нужно просто болтать больше, нужно просто брать и приступать. Да, меньше слов больше делать. Меньше слов больше делать. Вот, Марат, иди, покажи, как работают лампа-петли. Вот эта ось, на которой, собственно, и ходит эта дверь. Вот сейчас ребята как раз ставят дверь на эту ось. Пытаются ставить. Меня зовут Максим. В конструкторском бюро «Спектр» я инженер-конструктор. Но также я участвовал во многих делах. Допустим, сборка B1-17. B1-17 – это вот эта вот красавица красного цвета. С момента оживления проекта лично я занимался тем, что приводил в порядок электрическую часть. Совершенно недавно установлено имел место просто простое замыкание, которое мы устранили, и автомобиль смог запустить двигатель. Была проблема в цепи блока управления. Лично я участвовал в том, чтобы обнаружить этот дефект. Это все обошлось малой кровью. Буквально, чуть ли не на опыте и морально были бы. Буквально, чуть ли не на опыте и морально были бы. Машина была немножко некомплектная, не всех деталей хватало, поэтому приходилось что-то на месте. Это все снимать размеры и заново все подгонять. И еще таким образом, чтобы это гармонировало со всей машиной. Вот, к примеру, я сделал форму. Поскольку на той машине есть ручки дверные, а на этой нету, я ту ручку залил силиконом. Потом она вот так соединяется, сюда заливается. Получается ручка. Нет, ну силикон, то есть ты прямо силиконом заливаешь, да? Да, я взял готовый, положил на стол, загерметизировал, сделал опаловку, залил силиконом. Потом вот эта силиконовая форма, сюда залил эпоксидную смолу и получился у нас все так. Это уже на 3D принтере отпечатано. Это уголок двери зеркала. С той стороны. Да, вот он, торчит уголочек. Его у нас не было вообще. Ну, то есть 3D модель вы снимали? Да. На сканере? Да. Тосканер, кстати, большой у вас. Это с подвески, да? Амортизаторы здесь стоят не здесь, не вот вертикально, а горизонтально вот сюда. Вот передается движение вертикально через вот эту треугольную. Вот это вот клаштейн. Короче, машина технически-то она запускается. Только вот проблема в том, что она никуда не поедет, потому что вот нам нужно поставить вот этот ШС. Но мы не можем его поставить, потому что нет вот такой резинки. Казалось бы, да? Такая мелочь, а нужно где-то достать. И мы нашли вариант другой. Мы сделаем пресс-форму и закажем здесь в Новосибирске из резины такие же резиночки. Заново изготовим, да? Хорошая новость. Это занимает меньше времени, чем 1 мл. Меня зовут Николай, конструкторское бюро «Спектр». Отвечаю за шасси, за подвеску. И я могу сказать, что это максимально каноничный, максимально грамотный автомобиль, который, в принципе, можно вот так вот увидеть вживую. Потому что все самые легендарные спорт-прототипы, начиная с 60-х годов, они сделаны ровно по той же самой схеме, что сделана в «Марусе» как таковая. То есть это пуш-род-подвеска. Зачастую у них также пуш-род-подвеска. И либо пространственная рама, либо полумонокок. Сделана она именно так, как должен быть устроен гоночный автомобиль. Вокруг все бум-бум, между нами бум-бум, лед и в пламя. Ты прям как так-так красиво благодарит сигарет. У меня была проблема на одной из моих автомобилей. У нее бачка мувайки не было. Тут их два. Поездят. Тут еще мувайка-фар заложена. Вот те дырочки, которые внизу просматриваются. То есть это мувайка-фар. То есть они выезжают в Рызде. То есть план такой. Сейчас мы накинули немного скорлупы на нее, чтобы она выглядела хотя бы как Маруся. И технически она, по идее, запускается. То есть план там в ближайшие дни на ней выехать. В дальнейшем, в будущем, есть мысль ее сделать более мощной. Вопрос, нужно ли? Ну просто мне кажется, что 208 сил не серьезно. Вот было бы 500, было бы прям нормально. Типа тут перчатки, инструменты и так далее. Здесь. Вот там, вот здесь. То есть вот крышечка закрывается. Интересное решение. Мне кажется, что идеально трос положить. Но трос не потому, что Маруся сломает, а чтобы тянуть тех, кто на дороге застрял. Правильно? Правильно. На Марусе? Да. Как делаются карбоновые детали на примере крышки для радиоуправляемой машинки. Кусок фенопласта. Вот он вот так вот выглядит. Понял. Потом на фрезере чеку вырезается матрица. Потом она покрывается специальным составом, чтобы можно было, что называется, отодрать. Потом накладывается стеклоткань сверху. Ну то есть реверсивная матрица. Вытягивается воздух, протягивается смола. И вот таким образом получаются вот такие металюшки. Человек, карбон у себя машинки делает. Нормально? А по факту вы делаете то же самое еще и с элементами салона, кузова и прочее. Я понял. Вы поняли? Я все понял. Планируется вот такая штука, которая будет закрывать эти дуги, чтобы машина как бы выглядела более добитой, что ли, более современной. Вот варианты цветов, какой ее сделать. Я считаю, что вот этот вариант самый такой, оптимальный. Здесь тоже, видишь, на стенах сделать визуализацию того, что мы делаем. Этот автомобиль, Родстер. Смотри, у него здесь крыша есть. Мы можем это сделать? А мне просто кажется, что вот так, как она есть, на ней и так в целом сложно передвигаться. А без крыши, если мы поедем туда, куда мы запланировали, там, если несколько дней будем кататься, вдруг пойдет дождь. Ладно, в Москве, я знаю, где спрятаться, если дождь будет. Если так сделаю, скажу, я в домике. Но туда, куда мы едем, как бы у меня не получится так сделать, потому что домика там нет. Хотя бы брезентовую какую-нибудь тряпочку, хотя бы какую-то, ну, с собой, чтобы была какая-то. Отвечай на твой вопрос, можно ли? Я говорю, да, можно. Ну, будем потом обсуждать, нужно ли и сможем ли. Спустя какое-то время. Алтарь. У нас появился алтарь имени Маруси. Вот ты сидишь, поворотничек, вставляешь там, ковыряешь и смотришь. Либо как это должно быть, либо так, как ты мечтаешь. А потом смотришь на то, что у тебя получилось, кладешь эту штуку на место и говоришь, Дима, собери фар. О, кстати, смотри, что принесли. Детали, которые вставляются в дверь. Да, я понял. Да. То есть у нас было всего два комплекта на той машине, на этой нету. А дырки, вон они, в двери есть. Ну, короче, вот эту вот лепнину у нас всю сросли, смолой залили и у нас отпечаталась вот такая штучка, которая будет красоваться у нас на дверях. Как хорошо, когда у нас есть экспериментальный экземпляр, с которого можно все слицовывать, и все понятно, для чего это. А, я знаю, что это. Это баллонник. Да? Как колесо откроет. Здесь он тяжелый. Потрогай. О, фига себе. На всех тачках у вас, у всех, вот здесь раз, два, три, четыре, пять гаек, у нас одна. Работает это вот таким вот образом. Мне кажется, ты хоть и откручиваешь всего один раз, вот так съебываешься за этот один раз, да. Почему? Ну, это же все от чего пошло? От чего? От спортивных машин, когда типа, чтобы быстро было. Да, да. Ну, а мне там это как-то ежедневно, в поседневной жизни, я нахрена не надо. Я думаю, ты не часто будешь колесо снимать? Ну как, на зиму буду же ее перебывать. На зиму кабриолет? Не удивлен, вообще не удивлен, я так и думал. А это что? Короче, это родная магнитолог, но я не понимаю, какой стороной она должна стоять. Получается, вот это к водителю наружу, вот это, а вот это все стороны внутри? А нахрена она такая, нужно ее убить же можно. Я так понимаю, что ее делали на оборонном заводе. Поэтому она такая мощность. Мне кажется, в любой непонятной ситуации покупайте магнитолу разработки Маруся. Будет ядерная война, магнитола будет работать. Вот сюда диск вставляете и все. Все, все, все будет работать. Телефоны вымрут, блютучий уйдет, сиди-диски в этом магнитоле будут всегда, помните мои слова. Средняя подвеска уникальная. Вот эта тяга цепляется за болт, подвеска. Здесь точно что-то надо менять. Менять в каком плане мы сейчас это сможем поменять? Или это надо какие-то чертежи заново разрабатывать? Инструктив машины как-то менять? Слушай, не знаю пока. Я думаю, что если вот перевернуть вот это шоссе, то в принципе оно, наверное, отойдет на полмиллиметра. То есть здесь важен каждый миллиметр? Тут не миллиметр, тут микроны уже. Скоро готовимся к первому выезду нашего автомобиля. Для того, чтобы наша тачка поехала, нужно с B3 колеса снять. Да нет, я думал, что это будет сложнее, чем нам опять гайд. На самом деле, ощущение, что и полегче. Только вот хрен знает, как затягивать это все удовольствие. Так, теперь срываю все остальные, потом поднимаю машину. Смотри, как у нас дом краткого. Вон, попробуйте вы. У меня, видимо, кажется, что утром мало ел. Я знаю, вот он открутит, сто процентов. А я бы какой-нибудь криворукий ее закручивал, а не по резьбе. И это был не я. Накосячил, и теперь делает вид, что ничего не произошло. Вот она, вот она, рыба моей мечты. Короче, я нашел то, что мы обязательно должны установить на нашу Марусю. Это вот этот вот снегоуборочный ковш. Да это же шедевр инженерной мысли. Мне кажется, что, во-первых, парни с конструкторского бюро могут все. А второе, при тех погодных условиях, в которых мы сейчас находимся, это будет очень актуально. Сейчас, на самом деле, я хотел сказать одну такую вещь. В предыдущем видео я подарил бате Лексус. Но у него есть маленькая проблемка. Такая же проблемка, которая присутствует на моем Ягуаре. Та же проблемка, которая присутствует на моей тундре. И вообще на 90% моих автомобилей. На всех автомобилях нет страховки. Нарушаем, да? И раньше это была большая проблема. Сейчас это практически не проблема. Сейчас оформить страховку можно всего в несколько кликов. И мне в этом поможет Тинькофф Страхование. Там все происходит супербыстро. И полис не только можно оформить за 2 минуты, так еще и в случае ДТП. Выблаты в среднем приходят вам на карту всего за 2 дня. Первым на очереди, на кого мы будем оформлять страховочку, будет батин Лексус. Дополнительная опция техпомощь. Я сильно сомневаюсь, что она понадобится Александру Владимировичу. Потому что он и себе техпомощь окажет. И второму участнику ДТП техпомощь окажет. Всем техпомощь окажет. Потому что это физик-ядерщик. В общем, пока я добиваю информацию по Лексусу оставшуюся. А, это немножко конфиденциально. Мне кажется, не все нужно показывать вот так вот прям. Но вспомнил еще про одну очень интересную вещь. Помните, что у Тинькофф Страхование есть желтый Митсубиси Л-200. Которые, если увидеть ДТП, подъедут, помогут. Сделают это абсолютно бесплатно. В рамках проекта помощь на дорогах. Не отказывайтесь от их помощи. Они это делают бесплатно. Чтобы все услышали, говорю, они это делают бесплатно. Ферштейн. Так что переходи по ссылке в описании. Оформляй полис. И получи 10% кэшбэка по подписке ПРО при оформлении ОСАГО в Тинькофф. Ага. Что делаешь? Чайочек завариваю. Что делаю? Холодно, да? Такси за машиной. У него нет стабилизатора по перечной устойчивости. То есть ты в поворот входишь, да, она у тебя хикоренится. Ну, Целеграция нахвалил шасси этого автомобиля. Но шасси, я вам хочу сказать, просто высшее. Хорошо, ручника нет. Ты дрифтить собрался там, ручника нет, его тоже нет. Но это нам все пофиг, потому что мы все равно ее заставим дрифтеть. Короче, сейчас перепалка будет, драка жесткая, я чувствую. Одна человека нет, вот вилку перевернул, мешает кофе. Ну, может, нет ложки. Ну, как нет ложки? Вот, даже одноразовая есть. А откуда ты это знаешь? Просто я внимательный. Просто кто-то слишком много ест. А кто-то слишком много снимает. Ура! Машина встала на колеса. Я не знаю, хорошо это или плохо. Это хорошо? Отлично. Или плохо? Нет, это отлично. Можно будет заводить, пробовать кататься. Готовимся к первому выезду. Какая-то тренировка для руки, блядь. Просто тренировка для руки. Хуяришь туда-сюда, хуяришь. Ни для кого не секрет, что Родстер у нас ездил, и, соответственно, он на ходу. Скажем, мы его разобрали для того, чтобы провести маленькие усовершенствования, которые, так скажем, позволят эксплуатировать автомобиль каждый день. Столкнулись с финансовыми сложностями, потому что, ну, скажем так, заработки резко сократились. И звонок Григория и его предложение собрать машину, так скажем, вдохнуло заново жизнь в наш проект по сборке Родстера. И, соответственно, мы получили возможность собрать машину до, я бы сказал, наверное, идеального состояния. Хочется сделать хорошую машину. Взялись заново, собрали машину, она поехала, и вы скоро увидите, как она поехала. Он сказал, поехали. Тихо, тихо, пальцы. Пальцы нет, у него парктроники там, я знаю. Нет, у него нету. Вот впереди. Нет, у него нету. Есть. И у него нету. Сериале «Крутое пике». Пиздец тебе. Глуши, глуши, глуши. Кажется, фигня. Да, есть парктроник. Нету парктроника. Летчик-испытатель. Андрей, он же Шумахер. За рулем. Александр Владимирович, летчик-испытатель. Сегодня на квадрокоптере. Марат, летчик-пулеметчик. Снимает на камеру. Григорий Завозин в роли комментатора. Стартуем. Я сказал, стартуем. Тоже мне идея в Сибири собирать спорткары. Твою мать, а это хреновина едет. Пацаны, я в Марусе. Правда, пока без салона, не открашено, еще до хрена что делать. Сейчас отправляемся на первый экспериментальный выезд. Let's go. Три метра проехали, я уже счастлив. Волнительный такой момент. Меня потряхивает. Ну, просто не видно. А чего страшного? Ну, типа, блин, Марусе, и она едет. Ты можешь себе это представить? Вот большая часть, типа, пейс-установка, установка именно двигателя, она была без нас, к сожалению. Но, сейчас видно наглядно, что все работает, что дело за малым. Там из-за того, что двигатель установлен сзади, и пока ничего тебе не закрывает от двигателя, твоей жопке очень тепло, несмотря на то, что мы в Новосибирске, потому что двигатель греет. Ответственный момент, получается. Первый раз на своей Марусе ставлю драйв, еду. Ну что, Марат, мне разрешили второй кружочек дать, инженеры. Они сказали, что езди, сколько тебе влезет, потом будем ее доделывать. Сейчас самое главное проверить двигатель, коробку, шасси. Ничего ли у нас лишнего не отваливается. Хотя бы чуть-почуть, но на ней прокатиться, дать какую-то нагрузку. Я даю эту нагрузку, и что хочу сказать. Мы в Новосибирске, в минус 20, в снегах по колено, на суперкаре, на вот таком вот низеньком, на летней резине фигачем. Несмотря на то, что у нас летняя резина, а мы едем по чистому снегу, зацеп все равно есть, потому что двигатель установлен сзади. Все, это моя машина. Знаете, я могу в таком состоянии ее забрать, получается. Зачем ее доделывать? Может, в Москву? Может, в Москву? Лобовой надо поставить, прохладно пока. Не, реально очень холодно. У меня уже лицо замерзло немного. Но я вообще в восторге. Первый выезд. Марусия, B1, родственная, единственная в мире. Последний месяц, который мы провели в этом ангаре с этими людьми, Кабо Спектр, огромное спасибо за то, что вы группа энтузиастов, инженеров, которые делаете то, что любите. И любите то, что делаете. Сейчас красный выйдет. С красной еще поедет? Да. У нас кортеж! Сейчас старая Марусия выскочит, а? Видал, Марат? Многие люди ни одной Маруси в жизни не видели. А у нас тут целых две и на ходу. Преследуем красную Марусию! Преследуем красную Марусию! Остановитесь! Блин, мы едем! На Маруси. Сейчас боком дам, смотришь? Вот она пошла, 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 пошла. Аккуратней! Я боком на своей Маруси раздаю! Блин, ребята, у меня мурашки. Эмоции, которые я сейчас чувствую, их очень сложно передать, потому что я чувствую, сколько еще предстоит сделать, но на данном этапе. Я считаю, это какая-то феерия, что ли. Я очень доволен. Не, я... Знаешь, у меня сейчас не из-за того, что ветер мне в лицо дует, и у меня глаза слезятся, это слезы счастья. Понимаешь? Есть такая поговорка, одной рукой рулю, другой слезы счастья вытирают. Это про меня и Марусю Б1 Родстер. По-моему, все, Гриш, не остановить. Надо выпускать за ворот. В смысле? Сколько поехал? Я не знаю. А что? Сейчас колеса поменяем и вперед. Коллега, поздравляю, успешный боевый выезд. Коллега, поздравляю, успешный боевый выезд. Коллеги, поздравляю. Поздравляю. Это наш соперник, мы его обогнали. На два круга больше проехали. Коллега, поздравляю с первым боевым выездом, поздравляю. Коллега, поздравляю, поздравляю. Что, раздеваемся, идем смотреть, что с ним произошло, и допиливать машину дальше но первый боевый выезд объявляю успешным голова кругом рожда замерзла пойдем отдыхать короче очень интересное включение сейчас происходит потому что на приехал человек сегодня ночью на улице ипподромской разбился спорткар маруся подвели низкопрофильные шины у меня разорвало от взрыва заднюю правую покрышку мире таких машин сейчас всего 9 подожди что-то интересное на это такая на самом деле закрыта для меня чуть-чуть история аварии мне было 20 мы собрали получается с отцом полностью сделали ребил где-то что-то дорабатывали марусин да 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 это bb19 которая была изначально черная желтая и билайн прозвали монарку участвуют издрайв поле рекаре ездил на автодроме пола она уже в фиолетовом цвете почему фиолетовом потому что по моему в 2010 году или 11 она встала на ребилки еще в марусе при существовании компании сделали полный ребил то мне нравился красный цвет и перекрасили в красный она приехала в новосибирск и вы ее купили или вы купили еще когда она была черная здесь я не лез ни в какие финансовые мне было то есть я понял тот момент когда машина трех мне было вообще 16 как-то я ехал ночью час ночи в 30 сентября и что-то металлическое пробило резину и диск заднего кольца я фотку приложу там отверстие резкое падение давления меня просто так швыронуло я когда пока ногу перекидывал с педали газной педали тормоза и меня уже развернуло тормоз нажал уже но машина сильно там не пострадала на самом деле и мне мне очень стыдно на самом деле за это было хотя там отец понимал что моей вины нет сразу после аварии накрыл там тряпкой чтобы никто ничего не спотал в итоге там и видео в интернет полилось и все-все-все потом все на уши меня засирали так ну представь мне там сколько 19 20 лет было я такой открываю интернет мне так дерьмово после аварии думаю машина строилась строилась пишут меня просто говном поливает вообще пизденка разложил машину за 3 миллиарда долларов которые строили там российские инженеры единственная в мире тогда чудом я потом закрыл на это глаза и привыкай а вы тут все комментарии читаешь там оружие труболовой семье и сделали да она на как тебе машина целом машина ну на баке двигателя она мощности не хватает абсолютно вот на посварке все вот более чем отлично вот у нас стоит в кью если что да он стоит об этой космос да то есть на косворте автомобиль едет замечательно на выкью ну лично не пустам да мне не нравится чем она круче да не знаю на каждая из машин индивидуально на самом деле она и тем более спит сторон один будет интересно посмотреть что это так сказал спит что значит это спит старый кузов это не кабрио поняли мы короче оказывается все серии не ростер делаем а спит старт монокок у него волнитовский стоит здесь можно вот по узким порогам понять автомобили на этом монококе должны были стать вот уже прям 3 серийные про то есть максимально максимально правильно да да вот здесь есть закрылки теплый воздух тормозов по идее они должны были открываться закрываться там снизу есть панель на трек день приезжаешь на съемные до скидываешь панель все и у тебя появляется дополнительный отвод воздуха а здесь они должны были быть электричеством нажимаешь на кнопку они открываются здесь например полностью вообще другая вот это вот то есть раньше она была двух составная на всех машинах на двух состав на это единственный автомобиль на котором она сделана типа вот как была на b2 почему два бензобака например на этом марусе тут я думаю что для удобства это первое и второе изначально автомобиль планировался еще для участия в банках gt питлейны бывают с разных сторон трассы и справа и с левой и только заправки пацаны у нас марусе родстер единственной в мире мы прежде всего хотим чтобы те машины которые мы собираем появились на дорогах общего польза то есть мечта каждого инженера чтобы тот самолет который он проектирует полетел само собой нам очень интересно собрать автомобиль и сделать это общедоступным и само собой нам интересно то что так скажем в проекте с григорием мы получим огласку популярность некоторую известность достаточно большое количество людей узнает о существовании нашего проекта о существовании нашего конструкторского бюро о существовании простых парней которые увлечены своим любимым делом и работают в сибири снегу собирают спорткары ну что заходить малых ада какая красивая вот наш результат вы только что сами все увидели это супер эксклюзивная марусь потому что она единственная в мире оригинальный и родстер теперь нужно как-то закончить эту серию для того чтобы вы понимали что дальше будет с этим автомобилем для этого мне нужен андрей чтобы понимали у нас есть определенный план по сборке этого автомобиля он разбит на этапы и когда я читал как раз договор мысли твои по поводу того в каком формате это собираешься собирать этот автомобиль там я увидел что какая-то часть будет на новогодних праздников не планируете отдыхать вообще что ли ну скажем так три дня до мы отдохнем и точек больше спасибо конструкторское бюро спектр спасибо конструкторское бюро спектр за это это мы понимаешь это мы это мы короче спасибо ребят за то что все это происходит спасибо ребят пусть вы сверлят вот раз маруся вот два маруся ждите следующую серию про эту тачку так дорогие друзья прямо сейчас на фоне красной маруси я хочу кое-что вам сказать конечно же с наступающим новым годом или уже для кого-то с наступившим новым годом в общем я желаю вам дорогие друзья поставить цели которым будете идти в течение этого года обязательно поставили цель записали на бумажке что в этом году я стану быстрее в этом году я стану выше сильнее чтобы вас была дополнительная мотивация достигать результат результаты самое главное дорогие друзья всех с наступающим новым годом и не забывайте мечтать мечты сбываются